Приветствую всех ведьмаков и ведьмачек, это краткий сюжет всех игр про Геральта из Ривии. Если вы не проходили их и у вас есть возможность их пройти, то лучше сделайте это. Там очень много интересного, очень много, ну очень много. Тебе, сука, меня уговаривать не придётся. Имейте в виду, что в игре ваш выбор влияет на происходящее действие, сюжет. Есть много разных квестов, можно даже участвовать и в политических проблемах данной вселенной. Но я буду информировать только о самых важных моментах. Ибо подробных обзоров на эту тему в ютубе и без меня хватает. А также здесь не рассказывается про дополнение к игре. Для этого нужно делать отдельный ролик. Если хотите, то дайте знать. Ну а мы начинаем. Сюжет игры по-своему продолжает историю, описанную в книгах. И начинается он спустя 5 лет после событий книги Владычицы Озера. Кстати, кому интересно или кто вообще не читал рассказы про Геральта, а это не помешает, чтобы немного лучше понять сюжет игр, то на канале есть краткий сюжет всех книг про Ведьмака. Ссылка на видео будет в описании. В общем, после событий, описанных во Владычице Озера, Ведьмак с Йеннифер начинает жить на острове. На них нападают всадники Дикой Охоты, которые крадут Йен, а Беловолосик начинает её искать. Во время поиска он спасает Ведьмака по имени Лето, и они вместе продолжают поиски. Они находят всадников Дикой Охоты, но не могут победить. Тогда Геральт обменивает свою душу на душу Йеннифер, и после этого она отправляется в Нильфгард, а Геральт спустя время убегает от Дикой Охоты. Теряя память, он падает на землю, и из-за того, что Трис попросила Ведьмаков и Скайр Морхен найти Дикую Охоту, что рядом скачут, они находят Геральта и увозят в свою крепость, пока он частично что-то помнит. На героев нападает группа Саламандры под предводительством некоего профессора и волшебника Азара Яведа. Убивает молодого Ведьмака. Это нападение сделано с целью получения секретных мутагенов Ведьмаков, хранившихся в подземной лаборатории крепости. Они берут то, за чем пришли и отступают, а герои разделяются, чтобы найти, отомстить ворюгам и вернуть украденное. Геральт идёт в Азиму, по пути встречает мальчика Альвина с магическим даром, над которым герой возьмёт шефство. Там Таргаринович выясняет, что идёт война между людьми и белками. Не этими. Белки – это партизанское движение эльфов и краснолюдов. В Азиме злой маг проводит героя вокруг пальца, в результате чего Ведьмак находит ему магическую книгу. У нас есть сокровище из башни, и что? Как заманить безумного мага? Он уже здесь. What the fuck, mother fucker! После стычки с профессором и Азаром Яведом Охотник на монстров узнаёт о том, что Адда, принцесса, которую он спас от превращения, хочет захватить власть, и что саламандры у неё в союзниках. Та это прочухивает, нагоняет ментяр на Геральта. Но Трис, с которой можно быть в отношениях, вовремя телепортирует его в отдалённую деревню. Тогда у меня право на последнее желание. Поцелуй меня. Не дождёшься? А когда Геральт возвращается в Азиму, там уже вовсю бушуют бои между белками и орденом Пылающей Розы. В это же время возвращается король Фольтест из командировки и приказывает Геральту разобраться. В итоге, герой находит логово мага и убивает его, но оказывается, что за всем этим стоял магистр ордена Пылающей Розы. Геральт идёт в его обитель, но там он переносит его в другое ледяное измерение, якобы будущее, и говорит, что зима близко, белый хлад идёт, уничтожая по пути всё живое, и что только он может его остановить, но нужно больше власти. Геральт решает его убить. И он почти доделывает своё дело, как появляется король Дикой Охоты в виде духа, требуя душу магистра. Вы можете либо выполнить сие требования, либо нагнуть дух короля. После чего выяснится, что тем магистром был тот самый мальчик Альвин из начала игры, который умеет перемещаться во времени. Геральт забирает украденные секреты ведьмаков и идёт к Фольтесту, получает деньги и спасает короля от появившегося убийцы с ведьмачьими глазами. Желающий вернуть своих детей Фольтест попросил помощи у ведьмака, и позже сумел найти их. Рядом с детьми был слепой священник, и всё прошло не очень хорошо, волчара облажалась. Отвернувшись, Геральт дал возможность священнику убить короля, а это был тот ведьмак Лето, которого Геральт раньше спас. Скажи мне, кто ты? Ты вправду ничего не помнишь? Мне уже надоело отвечать на этот вопрос. Мы уже встречались когда-то. Помнишь? Блядь, ты погибалась, блядь! После своих деяний Лето сбежал, а солдаты, которые нашли волка рядом с убитым королём, конечно же, стали подозревать его в убийстве, поэтому в начале игры он в тюрьме. Его, скажем так, освобождают, и он начинает восстанавливать свою репутацию, выполняя различные задания. Со временем ведьмаку из Ривии сообщают о том, что Лето, который сидит в бывшем лагере тимерцев, хочет с нами встретиться, чтобы быстро во всём разобраться, так как ему неприкольно бегать, постоянно оглядываясь. Добравшись до места и выслушав убийцу королей, Седой главгерой возвращает все свои воспоминания, и узнаёт, что Лето работал на Нильфгаард, убирал северных королей, чтобы посеять смуту, а для прикрытия использовал чародеек и нелюдей. И делал всё это для того, чтобы взамен ему восстановили школу ведьмаков, где его создали. Да и чтобы другие ведьмаки тоже могли вернуться домой. Получается, персонаж неоднозначный, чем интересен. Геральт либо убивает его, либо оставляет в живых. После чего Седой секс отправляется искать Йеннифер. События третьей части начинаются спустя два года после второго ведьмака. Геральт вместе с Весемиром находится в поисках Йеннифера из Венгерберга. Ведь как без неё? Наш охотник же раньше был с ней в отношениях. Вот, кстати, достоверные кадры прошлой романтической жизни Геральта с его возлюбленной. Скажи, чего ты хочешь? Я хочу, но ты куда? Ведьмаки оказываются в Белом Саду, где вынуждены помочь местному капитану убить Грифона в обмен на сведения о местонахождении Йен. После этого Геральт успевает подраться с местными бандитами и наконец-то встретиться с чародейкой. Однако Танни кидается ему в объятия, а просит проследовать с ней до дворца Эмгира. Оказавшись у него, Геральта моют, переодевают, после чего Седовласка отправляется на встречу с Эмгиром. Он получает задание найти Цири и доставить во дворец. В этом ему поможет Йеннифер, которая отправляется на скеллинге. И прежде чем присоединиться к ней, нам предстоит проверить два других места – Велен и Новиград. Основная цель в Новиграде – найти Лютика и выяснить, куда та подевалась. Мы узнаем, что в городе Цири искала спасение от дикой охоты и во время побега телепортировалась в неизвестном направлении. В Велене Геральт встречается с кровавым бароном. Тот видел девчонку, но ничего не расскажет, пока Ведьмак не найдет его жену и дочь. Оказывается, что тот избивал обеих, держа в страхе своих стражников и весь народ. Они убежали от тебя. Так, кто? Брёшь, пидах! Волк найдет его жену и дочь, но не вернет их ему, ведь договор был найти их. Поэтому Красный всё же расскажет о том, как Цири спасла местную девочку от волков, его от Грифона и была вынуждена уйти, чтобы дикая охота не настигла её. К месту будет сказать, что у барона есть такой персонаж, как Ума. Этот малец появился в результате наложенного проклятия. Он веселил людей барона и к нему мы скоро вернёмся, а пока Геральт отправляется на скеллинги. Енифер крадёт маску Робороса у Машавура, чтобы исследовать магический выброс в местном лесу. Поняв, куда переместилась Цири, они попадают в рощу Фрейи. Там герои находят труп, который сбежал во время нападения Дикой Охоты. Вернув его к жизни на короткое время, они узнают, что он помог Цири, а сам погиб. После чего, поняв, что под Умой может скрываться Цирилла, Геральт едет за ним. Получив от барона существо, он намеревается расколдовать его в Каэр Морхене, с чем ему помогает Енифер. И заколдованным оказывается эльф Авалак, который сообщает, что Цири прячется на острове Туманов. Перед тем, как туда отправиться, Геральт, понимая, что дикая охота придёт за ней, созывает всех своих друзей в крепость. И позже, попав на остров, он находит её, и девушка рассказывает ведьмаку свою историю. Она говорит, что Авалак помогал ей контролировать свои силы и защищал от врагов. А король Дикой Охоты Эрадин пытается завоевать мир наших героев, чтобы спастись из собственного мира, которому угрожает Белый Хлад. Эльфийская пророчица Итлина давным-давно предсказала, как остановить это явление. Поэтому Эрадин хочет получить в свои руки Цири, чьи исключительные способности обеспечат его выживание. Но тут прибывает Дикая Охота, и Цири приходится телепортировать себя вместе с Геральтом. В Каэрморхене она встречает своих друзей, и они все вместе выстраивают план по борьбе с Дикой Охотой. Однако, какой бы ни была стратегия, в любой войне есть тяжёлые потери. Во время битвы Весемир спасает Цири, но попадает в опасную ситуацию. И понимая, что она не оставит его, он провоцирует одного из бойцов Дикой Охоты, после чего тот его убивает. Шокированная Цири выпускает свою силу, которая всех оглушает и заставляет отступить. Хоронит наставника Охотников, а вместе с ним исчезает и последняя надежда на возрождение Ведьмаков. Цири боится за то, что из-за неё может погибнуть кто-то ещё, и решает отомстить за смерть Весемира. Она вместе с Авалакхом и остальными призывает Дику Охоту. Им также помогают отряды Эмгера и Скеллиги. В битве у берегов Ундвига, Эродин, убив Краханграйта, сходится с Геральтом в финальной битве. Победа за Белым Волком. Но злодей напоследок говорит, что Авалакх обманул их обоих. Отвлёк, чтобы забрать Цири. В этот момент начинается сопряжение сфер. Енифер и Геральт отправляются на гору, где находятся Цири и Авалакх. Прибыв на место, Ведьмак узнаёт, что Цири хочет сразиться с Белым Хладом. Согласно пророчеству, чтобы остановить приближающийся конец света. Стоит отметить, что тут три разных концовки в зависимости от ваших выборов. Итак, Цири заходит в портал. Она вспоминает моменты из своей жизни и останавливает Белый Хлад, но умирает. Спустя неделю после этого Геральт убивает ведьму, которую украла медальон Цири. После чего, уставший от всего и переполненный отчаянием ведьмак, берёт в свои руки медальон, садится на скамейку и прижимает его к голове. А тем временем его окружает полчища монстров. Да, после такого финала мы все немного Олег. Такая концовка будет, если во время прохождения игры Геральт напоил Цири, отвёз к отцу, забрал деньги и не поехал на могилу к парню, которого она спасла. Если Геральт играл с ней в снежки, отвёз к отцу, но не забрал деньги и поехал на могилу, то она вернётся и станет императрицей Нильфгарда, а Геральт будет жить с Трис. В случае, если один из могущественных правителей Севера по имени Родовид жив, а волк не повёз Цириллу к Эмгиру, то она станет ведьмачкой. Геральт научит её всему, что знает, и каждый пойдёт своей дорогой. Цири прославится, а Геральт вместе с Йеннифер будут вести спокойную жизнь. Хотя можно сделать так, чтобы он был в одиночестве, если пытаться мутить и с Трис, и с Йеннифер, или никому из них не признаться в любви. Лично я вижу отличный конец истории Геральта. Очень не хотелось бы, чтобы игру начали конвейерить, скатывая её всё дальше и дальше. Но всё же говорят, что разработчики будут делать новую игру про ведьмака, четвёртую часть, и про что она будет пока точно неизвестно. Вполне может быть не про Геральта, а про Цири, или других персон с кошачьими глазами, так как не раз слышал, что в истории Геральта поставлена точка. Да и в третьей части он уже не шибко молодой, дайте деду отдохнуть. А может, кстати, это будет ремейк первой части? В этой теме забавляли ютуберы, которые кликбейтили о том, что Ведьмак 4 официально подтверждён. Заходишь в видос, а там оказывается, что не совсем уж и официально, да и в принципе не особо подтверждён, но походу да, ну или нет. Короче, вот поживём-увидим, может вообще сделают финал из второго Ведьмака с убийством Лето Каноничным, и в четвёртой части окажется, что у него есть доча-бодибилдер, которая найдёт Херальта и вместе ради убьёт его клюшкой для гольфа. Что вы думаете по поводу всего этого? Если вам понравилось, то не забудьте, пожалуйста, поддержать канал лайком, подпиской и комментарием, а также поделиться роликом. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!